У нас просто люди любят, если что видят, городское, лишние цветы какие-то. Ну, пятиметровое дерево, навряд ли кто-то на дачу заберет так просто. Это будет если цветочек, так... Ну, очень слабого мнения, Николай. Фраза, это Николаев, детка, я понимаю теперь все. Ну что, погнали! Ну что уже сделано, наверное, будут все задаваться вопросом. Я могу сказать то, что устройство всего основания практически уже готово на 90%. То есть земляные работы и скрытые работы все готовы. Что мы имеем в виду под скрытыми работами? Это хозбутовая канализация, водопровод, освещение, все, которое идет под землей, оно все готово. Только осталось вот сегодня буквально еще часа два и затянут все кабеля. Ливневая канализация готова буквально на 80%. У нас еще остался, вот где мы с вами находимся, здесь будет ливневая канализация. Еще она должна быть сделана. Футляры для колодца все готовы, колодцы готовы. По фонтану, конечно, у нас чуть-чуть затягивается время по фонтану. Объясню почему. Потому что все оборудование идет за границей, оно должно растамаживаться. И тогда будут устанавливаться уже форсунки на сам фонтан. Будет тестироваться фонтан и фонтан будет запускаться в работу. Почему, как бы, я помню нашу первую пресс-конференцию, мы говорили о том, что даже и фонтаны мы можем запустить на 1 сентября, на день города. Простите. Но, к сожалению, с финансированием было немножко затянуто. И вы, наверное, все видели, знаете, полтора месяца Пикстрой работал без единой копейки, которая, к сожалению, не зависела это, я так понимаю, департамента и от самого мэра. Это зависело от ваших депутатов, которые никак не могли согласовать финансирование. И поэтому финансирование только лишь поступило 17 июля. А старт работ мы 4 июня уже начали здесь работать. Работы не прекращаются ни в выходные, ни в праздники. И мы стараемся, чтобы этот, так скажем, темп работы увеличить и к, так скажем, к дню вашего города, чтобы хотя бы вся площадь была замощена гранитной плиткой. Гранитная плитка, у нас 65% уложено уже гранитной плитки, остается еще совсем чуть-чуть. И мы, в принципе, подойдем и завершим уже само верхнее покрытие. Так что все в процессе, из таких вот рисков, преград каких-то, это все тоже финансирование, которое задержалось у нас в начале периода. Из-за этого у нас будет момент с теми лавками, которые мы планируем здесь мобильные устанавливать, мобильное озеленение, 120 деревьев. То есть приедет не на день города, приедет чуть позже, может быть, в течение месяца. И с опорой освещения. А вот эти вот катки, то, что вы говорите, лавочки, это уже потом отдельным финансированием? Нет, это все в рамках проекта, просто это будет чинить позже. Ну, надо добавить, что некоторые элементы, которые планировалось изначально установить, просчитывались в одной цене в связи с всякими колебаниями. Они вышли в цене в другой. Но это все, опять же, это все импортное оборудование. Это касается фонарей, погруженных розеток, которые будут выходить из земли, чтобы не тискать кабеля и не наражать макулайцев на небезпеку и отримать удар струмом. И вообще все додатковое оборудование на день города не будет установлено. На день города не будет установлено ані этих лавок, ані дерев. В том числе и для того, чтобы, когда будет тут массовое скупчение людей на концертах, чтобы они не травмировались, не сломали и не задали шкоду своему здоровью. В любом случае мы поспілкували, что десь заплановано, десь на 5 жовтня фонтани в нас будут працювать. Мы сделаем какой-то гарный такой заход с музыкой, с выступами. Готовим сюрприз. Орентуйтесь на початок жовтня. Ну я, наверное, это мэр, мы не обсуждали, что я это буду говорить, но я, к сожалению, не хочу пожаловаться вам в прессе о том, что мы работаем вот с 4 июня, у нас уже прошло 5 проверок. От ваших общественников, наверное, я показываю кавычки, приходят постоянные жалобы. Общественники, те, которые ни разу не заходили на объект, никто не просился, ни одна общественная организация, включая общественную организацию, знаю инвалиды, которые писали очень такие жалобные письма о том, что тут не предусмотрено для инвалидов каких-то пандусов, каких-то подъездов скорой помощи. Никто ни разу не подошел на объект и не спросил, что вы здесь делаете, как вы здесь делаете. Я говорила, что мы открыты для диалога. Приходите, задавайте вопросы, мы на эти вопросы будем отвечать. Но легче всего, сидя дома у компьютера, набрать какую-то жалобу и отправить ее в соответствующие органы. Мы прошли проверку налоговую, у нас уже была охрана труда, вылавливала всех наших людей, проверяла, оформленные или нет. К счастью, все оформленные. У нас здесь чернорабочих, так скажем, спрятанных нигде нету. Они все официально оформлены в пикстрое. Архитектура области. Наоборот, чтобы они помогали нам, они вот сейчас опять нам о каких-то слоях говорят. Никто не приходит, не проверяет. Приходите на объект, контролируйте нас. У нас есть технадзор, который находится с нами в непосредственном действии все время, с утра до вечера. Ну, только ночью мы не работаем, ночью вашего технадзора нет. Ну, так уже все есть. И сейчас с нами очень плотно сотрудничает антибонопольный комитет. Из-за, так скажем, площади в Николаеве я сейчас прохожу проверку с 2016 по 2019 год. Но, опять же, это нас не пугает, это рутинная работа, понятно, но она немножко замедляет наше, так скажем, взаимодействие с городом и работу. И, конечно, у нас уже даже было уголовное дело открыто, следственное управление приходило о том, что мы начали работать, и у вас здесь раскопки были интересные. И, якобы, мы не соблюдаем никаких, так скажем, не работаем совместно с археологами. Археологи находились на объекте, вы увидите и видели, наверное, раскопки, которые были найдены. Все это будет и есть заактировано, и все это будет представлено уже потом под стеклом, я надеюсь, да, это будет для, так скажем, для ваших, для наших потомков еще. Ну, в рамках авторского надзора мы планируем застеклить это все под стекло, уже непосредственно в эту строительную часть заведена электрика, то есть там будет освещение и вытяжка по воздуху сделана. Ну, вытяжка освещения уже сделана, это сделала компания Пикстрой, мы за это ни копейки денег с города не возьмем, и мы готовы подарить строительную часть этого, так скажем, артефага, только нам надо, ну, самое главное, это техническое решение. Будет техническое решение, это буквально два дня работы, это все сделать, то есть самое главное, то стекло, которое там будет находиться, чтобы нам его предоставили. И все остальное, так строй, ну, неужели мы не можем себе позволить вам на День города сделать подарок? Одесса сделает вам подарок, Николаев.